Дмитрий, вы всегда хорошо выглядите, в чем секрет? Жрать надо меньше, и спортом заниматься. Но это не то все. Надо, знаете, надо, чтобы внутренний мир был уравновешенным, и тебе не было стыдно за себя самого, и тогда будете хорошо выглядеть. Так, Дмитрий, что думаете о Милове? Не знаком с ним. Дмитрий, что думаете о позиции Александра Розенбаума? То, что я думаю, я не хочу вам говорить. Честный ответ, честный. Армяне с вами, спасибо. Дмитрий Ярош, где теперь? Говорят, воюют. Наши с ним связывались, и он на фронте. Андрей Караулов никогда не был за Украину, он всегда был крым-нашистом. Вполне возможно, но опять-таки в беседах со мной, которые набирали очень много миллионов просмотров, 15-10 миллионов просмотров, он никогда не говорил каких-то вещей против Украины. Так, как вы думаете о таджикских политиках? Я их не знаю. При всем уважении, но не знаю. Дмитрий, везде все плохо, по всем фронтам. Хоть как-то поддержите, скажите, что все будет хорошо, и у вас есть точная информация. Ребята, я не могу сказать, что все хорошо. Я могу сказать, что очень тяжело украинской армии сегодня. Мы надеемся на западное оружие и ждем. Если вы хотите, чтобы я просто рассказывал, что все хорошо и врал, я не могу это делать. Я не могу сказать, что все хорошо. Так. Планируете взять интервью Кучмы? Планирую. Ваше мнение об Артуре Смоленинове. Если бы сейчас у меня была шляпа на мне, я бы ее снял в знак своего уважения и восхищения этим прекрасным, хотел сказать, актерам. Нет, прежде всего человекам, потом актерам. Уважаю безмерно. Что вы думаете о Жилиновском? Ничего. Дмитрий Акто по национальности Медведев, Соловьев, Кедми, Шеломов. Медведев русский, понятно, Соловьев еврей, Кедми еврей. Шеломов не знаю. Какой проклятый черт этот Кедми или Кедми. Проклятый черт, гражданин Израиля, сидит в России все время, нападает на Украину, поет под российскую дудку у Соловьева на программах. И не только. Какая скотина. Подлая. Бывший советский гражданин, непонятно как выехавший из Советского Союза в самом начале еврейской эмиграции, когда никого не выпускали. Явно, как мне кажется, агент КГБ еще тогда завербованный. Скотина, подонок. Ненавижу этого Кедми, или Кедми этого Яшу Свинорылова. Очень прошу компетентные органы Израиля, спецслужбы Израиля, разобраться является ли он российским агентом. Это очень важно, как мне кажется. Ничего хуже Соловьева. С таким видом падла сидит и льет на Украину, чтобы они сдохли все. Кедми этот Соловьев, вот быстрее, чтобы сдохли. Все, кто на мою страну говорит гадости, все, кто поддерживает это вторжение в свободную, такую добрую, красивую страну, пусть вздыхают. К чертовой матери, к ядрении фени, никого не жалко. Простите мне, если я перегибаю палку где-то, я пытаюсь, я не пытаюсь, я искренний человек, я говорю то, что думаю. Может, это кому-то не нравится, ну и черт с ними, мне все равно. Высшая свобода – это когда ты можешь говорить то, что ты думаешь. Так, простите еще раз. Как вы относитесь к мусульманам? Да прекрасно отношусь к мусульманам. Очень хорошая религия. Очень хорошая, мудрая, глубокая религия. У меня друзей много мусульман. Прекрасно отношусь. Нас смотрят 17 827 человек одновременно. Украинские нацбаты... Пропало. Ладно. Так. Ребята, ну вот опять. Почему убежал с высшей свободой? Ребята, я никуда не убежал, я на месте, я здесь, я в Украине. Не переживайте. Боты вы или не боты, я не знаю. Пишут, гордон в Европе, гордон в Израиле, гордон в Америке, гордон в Украине, ребята. Ни разу не пересекал границу Украины с любой другой страной за все месяцы российского, вот этого российской, российско-украинской войны. Ни разу нахожусь дома на месте. Так что не переживайте. Не переживайте. Ты знаешь кто? Скоро убежишь. Да удавись. Так. Вы моетесь после зала? Ну конечно, я же в зале потею. Я там работаю. Как ваши дела? Могли бы быть и лучше, если коротко. Как сегодня дела у всех в Украине? Плохо? Но мы надеемся, что будут хорошо. Так. Дмитрий, как вы относитесь к мнению, что после войны мы можем стать европейским Израилем? Ведь даже если Оркостан распадется, он, к сожалению, не перестанет быть нашим географическим соседом. Ребята, первое, что я хочу сказать. Нам надо победить. Все остальное потом. Победить надо. Одолеть Путина. Одолеть эту банду. Эту недоармию. Потом будем говорить обо всем остальном. Привет из Нижнего Тагила. Здесь тоже есть люди против войны. На удивление. Даже на заводе, где я работаю, среди рабочего класса у Путина слабая поддержка. Ну видите, как говорили, мудила из Нижнего Тагила. Значит, не обо всех так, жителях Нижнего Тагила, можно сказать спасибо тому, кто мне это написал. Падла Соловьеву, спасибо, разбудил нас. Хорошо. Так, слава России. В жопу ее засуньте, вашу славу. Нет ее. Так, будут ли в ближайшее время ожесточенные бои на Донбассе? Они уже идут. Уже идут. И очень ожесточенные. С большими жертвами с обоих сторон. Кедми имеет свое мнение. Это называется свобода слова. Это называется не свобода слова. Как это называется, не хочу говорить, потому что вырвутся матерные слова. Не хочу. Это плохо называется. Алмата с вами. Да, спасибо. Так. А что с зерном будете делать? Голод будет, если продолжите экспортировать зерно. А еще у Украины будет огромный долг за поставки. Да не переживайте. Не переживайте. У нас все хорошо будет. Все будет у нас хорошо, потому что со светлыми людьми плохо быть не может. Что будет с Януковичем? Янукович умер. Что с ним еще может быть? Не знали? Да. Так. Атланта пишет, да. Дмитрий, да не отвечайте на глупости и не оправдывайтесь. Жаль, секунды вашего времени жмем руку. Нет, я не оправдываюсь. Я просто отвечаю. Я считаю, что ничего плохого в том, чтобы ответить на вопросы, даже провокационные, нет. Я очень терпимо, толерантно отношусь к провокационным, к плохим вопросам, к вопросам с какими-то подколками. У меня, во-первых, очень крепкие нервы, во-вторых, я это люблю. Я даже, когда выходят какие-то программы обо мне плохие, я начинаю, когда я их смотрю обязательно, я очень сильно смеюсь. Мне это нравится, поэтому не-не-не, все нормально.